Какое предварительное замечание – это третий симпозиум. И если темы первых двух симпозиумов были для нас очевидны уже на момент подготовки самой идеи этого проекта, и они объяснялись нашим предыдущим опытом работы с советским, вернее, нашим стремлением работать с темой постколониального и постоянным столкновением с проблемой советского в связи с этим. И с другой стороны, наша феминистская повестка, связанная с гендерной эмансипацией, опять-таки столкновение этой повестки с советским, объяснила и обеспечила наш интерес и стремление все-таки разобраться с тем, каким образом соотносится советское и колониальное, соотносится советское и эмансипаторное. По поводу темы третьего симпозиума у нас такого консенсуса не было, и понимания не было, и нам потребовалось довольно много времени, чтобы ее сформулировать. Мы думали вначале обратиться к советскому искусству, осмыслить противоречивость советского искусства, но уже даже на фоне темы колониального или эмансипаторного, тема искусства казалась слишком частной, специальной и, в общем-то, малоинтересной и малозначенной. Другой аспект, с которым мы постоянно работали и который также вводил нас на тему советского, было будущее. Будущее или утопия, утопия как проект будущего, воображение будущего. И тут, конечно, мы тоже всегда сталкивались с советским, но как наиболее точно политически сформулировать свой интерес и как проблематизировать это отношение, сегодняшний интерес к утопии, к политическому радикальному воображению и советское. И вот в результате этих размышлений мы все-таки решились на такую достаточно ясную формулировку, как коммунистические обещания советского. И таким образом встраивая этот третий симпозиум в логику размышлений предыдущих. Советское как колониальное, советское как эмансипаторное, советское как коммунистическое. Но тут, как мне кажется, обнаруживаются тоже серьезные проблемы, или вернее какие-то проблематичные и полемические моменты, на которые я как раз хотел обратить внимание. И поэтому я немножко зайду издалека, вот именно из таких полемических соображений, сделаю такое вступление, достаточно упрощенное и утрированное, но вот намеренно. С большой долей условностей и упрощения можно сказать, что исследователи различных аспектов советской действительности во многом полагаются на некую презумпцию недоверия к советскому идеологическому дискурсу и тем самоописанием советской действительности, которые в этом дискурсе конструировались. Недоверие, безусловно, лежит в основе любого критического исследования и обладает эвристическим потенциалом. Но тут я имею в виду не критическое отношение, скажем, к официальному дискурсу и, соответственно, попыткам тестирования этого идеологического самоописания, скажем, советской системы путем сравнения его с опытом, повседневными практиками, статистикой и так далее. А как бы априорное исключение советской идеологической саморепрезентации, ее своего рода дисквалификацию, как незаслужащую серьезного исследовательского рассмотрения в качестве важного фактора в производстве советской действительности. «Все, что советский дискурс сообщает нам о самом себе, не имеет никакого значения для понимания советской действительности, так как изначально он является ложным, тенденциозным и не имеющим отношения к актуальности». То есть я, конечно, утрирую, все не так уплощенно, но для огромного количества исследований описаний советского, собственно, советские дискурсивные самоописания кажутся не только ложными или тенденциозными, но и лишенными всякой агентности. То есть способности каким-то существенным образом деятельно участвовать в производстве советской действительности. И в этом смысле презумпция недоверия обнаруживает уже свои эпистемологические лимиты. Ну, как бы вот особенно это ярко проявилось в нашей дискуссии о колониальном. То есть те сторонники такой однозначной позиции, что советская система была имперской, колониальной, зачастую, при явлении убедительных аргументов в пользу своей позиции, зачастую просто исключает из рассмотрения, собственно, советский текст, советское идеологическое самопозиционирование по этому поводу. То есть такое представление о Советском Союзе как империя, оно, понятно, в первую очередь, политизированное и публицистическое, но и в академических, критических текстах оно тоже присутствует, с легкой руки Рейгана или еще раньше. Понятно, что Советский Союз сам себя никогда не описывал как империя. Более того, советские официальные самоописания в разные периоды советской истории включали в себя существенно антиимпериалистический и антиколониальный текст. Сама эта антиколониальная риторика советского официального дискуссия могла быть далека от практики и опыта людей, которые можно описывать как колониальные, которые наверняка таковыми и были. Но лишена ли она всякого значения в производстве советской действительности, кроме того, как быть лицемерным идеологическим фоном, в производстве сложных социальных отношений в СССР? Можно ли описывать советское как имперское и при этом совершенно игнорировать самоописание советского как антиколониального государства, скажем, в первые десятилетия после революции или в период послевоенной модернизации? Американский историк Адиб Халид, реагируя на дискуссии о советском как имперском, заметил, что описания СССР как империи всегда политически мотивированы и производились идеологически и политическими оппонентами СССР. Халид принадлежит к той группе исследователей, сейчас уже немалочисленной, который отказывается от обозначенной высшей квалификации советских самоописаний, а наоборот пытается исследовать сложную и противоречивую динамику между официальным советским самопозиционированием, рецепцией и апроприацией этого позиционирования различными акторами внутри советского общества и советским опытом и практикой национальной политики в Средней Азии. Халид, в частности, показывает, как антиимпериалистская позиция большевиков еще до революции 1917 года привлекла на их сторону среднеазиатских прогрессивных мыслителей джадидов, и как далее большевистская национальная политика, исходившая из принципа позитивной дискриминации бывших колонизированных народов, была активно апроприирована радикализовавшимися джадидами, влившимися в партийную советскую номенклатуру и фактически позволила им стать основными субъектами, создавшими советский Узбекистан. Еще более поздний, может быть, более конкретный пример, исследователь советской послевоенной модернизации Средней Азии Артемий Калиновский приводит множество примеров того, как уже в позднем СССР советская антиколониальная риторика, актуализированная международной антиколониальной борьбой в Азии и Африке, которую Советский Союз активно поддерживал, использовалась среднеазиатскими партийными руководителями в лоббировании интересов экономического и социального развития своих республик. Необходимость строительства крупных промышленных объектов или развития определенной социальной инфраструктуры мотивировалась в том числе апелляциями к антиколониальному характеру советского государства. Отсутствие же необходимой инфраструктуры как бы свидетельствовало об обратном. Поэтому в подобных дискуссиях вполне можно встретить такой эмоциональный аргумент, как «Мы же не какая-то британская колония в Африке», ну, «Кальновская статья так называется». Причем это абстрактное апеллирование к антиколониальной, вернее, это активное апеллирование к антиколониальной повестке в процессах развития обнаружилось на всех уровнях советского общества, в том числе на так называемом «низовых». «Кальновский» приводит пример со строительства Нурекской ГЭС в Таджикистане в 60-е годы. Вместе с электростанцией строился образцовый город для энергетиков с передовой по тем временам инфраструктурой. Но жителями города были гидростроители и энергетики, преимущественно приезжие из других регионов СССР, так называемые европейцы. А в планы и смету строительства ГЭС при этом не входило развитие близлежащих кишлаков, где, собственно, жило местное коренное население. Эта ситуация вызывала критику, которая, в том числе такую публичную, в прессе и так далее, апеллировала в том числе к схожести этой ситуации с типическими колониальными примерами. И общественным лидерам этих кишлаков даже удалось провести несколько встреч с руководителями строительства, включая министра энергетики СССР, донести до них свою критику, в результате чего смета и план развития строительства были изменены и включили в себя близлежащих. Ну, то есть там аргументы были такие, то есть здесь наиболее развитая инфраструктура, а в кишлаках нет даже водопровода, нет нормального медицинского пункта, нет достаточного количества рабочих мест в колхозах, чтобы всех занять. Таким образом, как бы продолжают воспроизводиться патриархатные отношения, особенно в отношении женщины и так далее. В общем-то, смета была достаточно радикальной, план пересмотрен, включая то, что не планировалось изначально, например, так как это моногород, например, строительство новых индустриальных производств в городе, которые бы могли обеспечить работой жителей кишлаков. В первую очередь жительниц, там была предусмотрена текстильная фабрика. То есть мы видим, как, собственно, советский антиколониальный дискурс активно использовался в качестве аргумента для изменения практики. Показано, что эти два примера, кратко мной продемонстрированы, показывают, что советская национальная политика и антиколониальная риторика, которые были официальными самоописаниями советской системы, не сводились к функции идеологической ширмы, за которой происходило что-то совершенно противоположное, а выступали важнейшими факторами производства советской действительности в Средней Азии. Но говоря о презумпции недоверия к советским самоописаниям, я, конечно, не предлагаю сменить ее на некую презумпцию доверия. Скорее речь идет о том, что по-английски называется the benefit of the doubt. Это условное доверие. А доверие, оказываемое до тех пор, пока не будет доказано, что доверять не следует. Иными словами, речь идет о том, чтобы в исследованиях советского не исключать самоописания, а учитывать их как важный фактор или другим языком, исходить из того, что и у идеологических самоописаний советской системы имелась агентность в производстве советской действительности. Это условное доверие the benefit of the doubt. Советскому идеологическому самоописанию можно обозначить как основную методологическую характеристику нашего проекта понятия советского. В этом есть тоже некий феноменологический аспект, даже, может быть, поколенческий. То есть у нас есть такая возможность сталкиваться с советским официальным дискурсом вне тех контекстов, с которым привыкли сталкиваться с ним, скажем, люди другого поколения. И этот текст нам является несколько иначе, в своей некой феноменологической чистоте. Если там говорится, скажем, об идеалах коммунизма, то первая реакция человека, который не заражен, не инфицированным, не инфицирован таким советским недоверием к официальной пропаганде, то первая реакция – поверить этому самоописанию. Конечно, на второй мысли приходят, вспоминаются все дискурсивные и критические интерпретации того, с чем мы имеем дело. Но это было очень очевидно. Буквально в марте у нас был показ советского научно-популярного кино, собственной идеологизированной продукции, в которой этот социалистический или коммунистический текст постоянно воспроизводился. И ты постоянно себя ловил на мысли, насколько это важно. Хотя мы понимаем, что его восприятие в советское время было совершенно иным, не таким, каким оно является сейчас. Но именно эта дистанция, эта позиция позволяет нам сменить оптику и попытаться, и обладает, на мой взгляд, эвристической продуктивностью для того, чтобы понять более сложную динамику советской действительности. На нашем первом симпозиуме, как говорил, мы говорили о советском, рассматривали советское как антиколониальное, учитывая собственное самоописание советского. На втором симпозиуме мы говорили об эмансипаторном. И в обоих случаях советские самоописания рассматривались с нами как важные факторы, но цель не заключалась в том, чтобы подтвердить или утвердить верность этих самоописаний. Безусловно, нет. А в том, чтобы описать, прояснить и концептуализировать то, какое значение имели эти самоописания в производстве сложной противоречивой советской действительности. Скажем, Сергей Абашин, участник первого симпозиума, предложил такую концептуальную формулировку. Советское включало в себя колониальное, но советское нельзя свести к колониальному. Справедливым будет и обратное утверждение. Советское включало в себя антиколониальный аспект, но вряд ли может быть к нему сведено. Но что не означает, что нам следует прояснять эти сложные связи между советским и колониальным, советским как антиколониальным. А подобная концептуализация, указывающая на невозможность какого-то однозначного, тотального и исчерпывающего описания, отсылающая к сложности противоречивости, кому-то может и многим показаться тупиковой и слишком постмодернистской. Но мне кажется, что восприятие советской действительности как сложной, противоречивой и фрагментированной, не сводимой к общему знаменателю, и евристически, продуктивной и политически верна. И в том числе в контексте разговора о советском как коммунистическом, которому, собственно, и посвящен наш симпозиум. Сегодняшний симпозиум. Вот я позволил себе это долгое вступление, прежде чем, собственно, перейти к непосредственно теме моего доклада, коммунистическим обещаниям советского не беспричинно. Потому что если в случае с такими проблематиками, как колониальная и освободительная, корреляция между эпистемологическими и политическими позициями очевидна, и она такая, как ее описал Халид, презумпция недоверия к советскому самопозиционированию злоупотребляют, как правило, идеологические противники левого проекта, в самом широком смысле. Таким образом, пересмотр этой позиции является, безусловно, прогрессивным и левристичным. Но, как только мы начинаем говорить о советском как коммунистическом, то ситуация немного, а скорее совершенствует... То есть, попытки применить тоже логику к советскому как коммунистическому выявляет то, что ситуация здесь совершенно отличается от той, которую я описал выше. Но, как мы знаем, согласно советским самоописаниям, в СССР непрестанно шло строительство коммунизма. Советское общество шло к светлому будущему, и даже в какой-то момент была обозначена дата наступления эпохи коммунизма, 1980 год. Но, в отличие от описанной моей высшей дискуссии о колониальной или освободительной природе советской системы, абсолютное недоверие советскому идеологическому дискурсу, настаивавшему на связи советского и коммунистического, оказывают не правые либералы или прочие идеологические противники левого проекта, а, собственно, прогрессивные левые. То есть, собственно, для прогрессивной левой мысли гораздо более свойственно не доверять советским самоописаниям в этом вопросе. Этот отказ советскому в связи с коммунистическим имеет долгую историю и широкий интернациональный контекст. Критика западными марксистами разных толков советских общественных отношений обобщена, например, в объемной монографии Марселя Ван дер Линдена «Западный марксизм и Советский Союз». Ван дер Линден фиксирует различные теории советских общественных отношений с 1917 по 2005 год, которые разрабатывались как значительными марксистскими исследованиями, так и малочисленными левыми сектами. Но все эти теории можно так или иначе систематизировать как вариации, критику и тому подобное. Трех основных подходов, описывающих советские общественные отношения и советское государство как первое государственный капитализм, бюрократический коллективизм и деформированное или выродившееся рабочее государство. Но есть еще ряд несистематизируемых теорий, но которые также исходят из того, что советская система не имела никакого отношения к социализму. Ван дер Линден эксплицирует, что в основе его обобщения марксистских теорий советского лежит принцип, который я, собственно, обозначил как презумпцию недоверия. Для своей монографии он отбирал авторов, которые в своих работах не учитывали советское идеологическое самопозиционирование и не рассматривали социальную структуру советского общества ни как социалистическую, ни как развивающуюся в сторону социализма. Ван дер Линден приводит в своей книге довольно убедительную критику этих подходов, как с точки зрения ортодоксального марксизма, которому они все апеллировали, так и с точки зрения логических допущений. Но суть не в состоятельности или несостоятельности этих теорий, многие из которых предлагают довольно проницательную, нюансированную критику советского. Я лишь хочу обозначить тренд в прогрессивной левой мысли, связанный с отказом советскому в связи с социалистическим, что в данном случае синонимично коммунистическому. В общем-то такая же ситуация свойственна как бы прогрессивной постсоветской левой мысли. Ну и самого последнего можно вспомнить или упомянуть книгу Александра Бекбова «Грамматика порядка. Историческая социология понятий», которую мы тоже обсуждали на первом симпозиуме, вот в тексте Нина обсуждается. Но, несмотря на критику, в то же время Бекбов довольно убедительно показывает, как такие дискурсивные кластеры, как наука и личность, способствуют обуржуазиванию общественных отношений в позднем СССР. В общем, тренд такой, как можно более убедительно показать, что советская это не коммунистическая, поэтому апеллировать к опыту советского в критике левых или тех, кто придерживается сегодня коммунистических взглядов, как бы не оправдан. И понятно, что такое недоверие к советскому, к коммунистическому, такая как бы левая прогрессивная позиция, безусловно, имеет свои и эпистемиологические, и что, наверное, важнее, политические причины, особенно в постсоветский период. Эта критическая позиция формировалась, с одной стороны, как ответ левых на либеральную интерпретацию советского проекта, для которой провальный опыт советского социализма – яркое доказательство ошибочности коммунистической идеологии как таковой. С другой стороны, стремление отделить коммунизм от советского опыта было реакцией прогрессивных левых на разного рода красно-коричневых, выстраивавших свою идентичность на апроприации реакционных и репрессивных аспектов советской системы. Действительно, либерально ангажированные авторы, демонстрирующие во всех остальных случаях абсолютно недоверие к советским самоописаниям, в случае с коммунизмом проявляют то, что можно было бы назвать гипердоверием, ставя между советским и коммунистическим знак равенства. Так скажем, в 2014 году вышел в свет Оксфордский справочник по истории коммунизма. В толстенной книжке собрано 35 текстов, обращающихся к опыту так называемого государственного коммунизма, то есть к опыту стран, в руководстве которых находились коммунистические партии, называвшие себя коммунистическими. Обобщая опыт этого условного реального социализма как коммунистический, в то же время провальный, потерпевший крах, сама идея коммунизма, или коммунистическая гипотеза языком Бадью, представляется в общественном сознании как исторически и политически завершенная. То также можно упомянуть, например, распространенное в англоязычной академической номенклатуре определение посткоммунизм, или посткоммунистические исследования, обычно эта дефиниция используется в отношении Восточной Европы. В политической практике подобное отождествление коммунистического с советским стало причиной отказа от коммунизма, как политической идентичности рядом левых, в первую очередь, западноевропейских партий. Такие партии, как, скажем, немецкая де Линке, своей идеологией называют демократический социализм. Ну, сегодняшние лидеры левой политики Берни Сандерс, Джереми Корбин и так далее, тоже идентифицируют себя как демократические социалисты. Отказ от коммунизма в пользу демократического социализма должен был улучшить общественный имидж левых, и вместе с коммунизмом отказывающихся от тоталитаризма и репрессий, с которыми он ассоциируется. В середине конца 2000-х на фоне глобального экономического кризиса в прогрессивном левом дискурсе происходит реабилитация коммунизма в качестве имени проекта эмансипации. Жижик, Бадью, Дин и другие настаивают на том, что левый освободительный проект это только коммунистический проект, и не стоит это скрывать за эвфемизмами вроде демократического социализма. Можно вспомнить Жижиковское «я не социалист, каждый идиот может быть социалистом, даже Гитлер был социалистом, я коммунист». Это возвращение коммунизма в общественное поле происходит под знаком другого коммунизма. Коммунизма, порвавшего с опытом XX века и ничего общего с ним не имеющего. То есть для современных левых авторов, вроде того же Жижика, прогрессивный левый консенсус о том, что советское не имеет никакого отношения к коммунизму, продолжает оставаться актуальным, более того, лежит в основе идеи коммунизма XXI века. То есть это другой коммунизм. Подобное отрицание какой-либо прогрессивной составляющей в советском проекте западными публичными левыми тюрьмами, ну понятно же, хоть и славянец, но в общем-то, наверное, можно назвать его западным, на мой взгляд, содержит некоторую проблему, причем проблему, которая, возможно, не до конца осмысленна, даже четко артикулирована. А именно тотальное отрицание связи советского с коммунистическим как образом будущего во многом воспроизводит неоколониальную капиталистическую логику, которая в целом обесценивает советский социалистический опыт стран Восточной Европы как ошибочный, девиантный по отношению к магистральному западному капитализму. А потому постсоциалистическим странам и субъектам предписывается этот опыт преодолеть под, значит, чутким руководством менторов. И пройдя так называемый переходный этап, в общем-то, встать, вернуться как бы на магистральный путь и как бы идти в сторону рынка. Это обращение о необходимости полностью забыть, преодолеть и как бы посчитать ошибочным. И левый опыт, на мой взгляд, находится в той же самой как бы логике, хотя, наверное, не до конца как бы самими субъектами этого дискурса осмысливается. И, ну, как бы обозначив вот это вот противоречие, то есть, собственно, говорить о советском коммунистическом не то чтобы сегодня, конвенционально, а левая прогрессивная повестка. Делая такой выбор, называя таким образом симпозиум и предлагая такое рассмотрение, в общем-то, мы как бы вот ставим себя в такую достаточно уязвимую, открытую для критики позицию, насколько наш взгляд можно рассматривать как прогрессивный. И все-таки, несмотря на это, мы решили как бы не проявлять оппортунизм, а наоборот проявить как бы последовательность, дать как бы советскому самоописанию, предполагающему связь советской с коммунизмом вот этот самый benefit of the doubt и посмотреть, что из этого получится. Но так как для нас важно не только обозначить эту связь и как-то на нее указать, для нас важно ее еще каким-то образом концептуализировать, что из себя представляло советское в аспекте коммунистического. И в этом смысле мы предложили такую оптику как коммунистические обещания. В общем-то, как бы мы попытались обрисовать, как нам кажется, как можно было бы мыслить коммунистические обещания. То есть, когда мы говорим о коммунизме и советском, что мы имеем в виду? Понятно, что мы не имеем в виду тот самый коммунизм, который посткоммунизм. То есть мы не имеем в виду советскую систему во всей ее целостности, как таковую. Более того, никто ни в Восточной Европе, ни в самом Советском Союзе не утверждал, что в 20 веке был построен коммунизм. Коммунизм, в общем-то, воспринимался как политический проект освобождения, не состоявшаяся действительность, а устремленность в будущее. И ретроспективное рассмотрение коммунистического, это всегда рассмотрение этого самого будущего в прошедшем, такой future in the past. Что мы понимаем под коммунизмом и на чем нам согласиться, когда мы говорим о слове коммунизма? Понятно, что в этом смысле можно базироваться на марксистском и марксовом понимании, которое представляет нам коммунистическое общество, которое в своем политэкономическом аспекте будет обществом, в котором отсутствует частная собственность и наемный труд. В социально-историческом аспекте это общество будет бесклассовое, в котором будут преодолены разницы между интеллектуальным и физическим трудом. И в социально-этическом аспекте это такое общество, в котором будут устранены все формы отчуждения, и человек будет восприниматься исключительно как цель, а не средство. Понятно, что целостного образа коммунистического общества не существует, не может быть. Когда мы говорим о коммунистическом, мы говорим о фрагменте действительности, сообщающем нам не то, каким будет или может быть коммунистическое общество, а скорее то, что такое общество возможно. То есть мы находим такие проявления, которые нам сообщают, что это общество в принципе не является утопическим в плохом смысле. И тут как бы всегда принято приводить известную цитату, что коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Наиболее близко, наверное, к тому, что мы понимаем под коммунистическими обещаниями, будет такая концептуализация утопии и коммунизма, которая разрабатывалась в немецкой критической теории, таким философом как Блох, может в какой-то части, а тем, что называлось диалектическим образом Бенемина. Но вот Блох достаточно эксплицированно и ясно дает нам как бы... То есть для него вот эта вот цитата из Маркса, в общем-то, была определением конкретной утопии. Блох, как самый крупный марксистский, вообще может быть самый значительный философ утопии, проводит это развлечение, которое беспокоило, собственно, самого Маркса Энгельса, критерковавшего социалистов-утопистов, которое беспокоит до сих пор очень многих левых, которые склонны воспринимать утопию как некое, как бы в своем буквальном смысле, как место, которого нет, как некую фантазию, идеализированное представление о будущем. Блох вводит такое развлечение между абстрактной утопией или утопизмом и конкретной утопией. Конкретная утопия для него это коммунизм, и конкретная утопия, она имманентна вообще человеческому существованию. Например, элементы предвосхищения, как он пишет, представляют собой составную часть самой действительности. А конкретная утопия это не что-то заведомо неосуществимое, а реальная возможность, ждущая своего воплощения. То есть каждый фрагмент действительности так или иначе может рассматриваться как утопический. Блох замечает, конкретная утопия имеет коррелят в процессуальной действительности. Это опоследование нового. И это, наверное, наиболее значимое методологическое и теоретическое наблюдение. То есть блог противопоставляет, вернее, отказывается от утопии как некой формы фантазии. С одной стороны, цель которой выступать критическим текстом по отношению к действительности. Он пересматривает утопию как проект будущего. То есть некое как бы планомерное конструирование образа, рассматривает утопию как уже всегда существующую диалектически в действительности и опосредованную настоящим и прошлым. То есть она нам никогда не дана, это очень важно, это, наверное, принципиальное определение для обещания, она нам никогда не дана в некой своей чистоте. В феноменологическом, как бы, кристаллизованном виде. Ну, например, такие примеры опосредования будущего в настоящем и прошлом, которые приводят уже не плохо, а Бенемин, как бы, иллюстрируя свой концепт диалектического образа. Это, например, в основном в тексте, значит, в работе о пассажах. Например, здания железнодорожных вокзалов в Европе, первые здания железнодорожных вокзалов в Европе строились как такие швейцарские виллы, швейцарские, как бы, сельские домики. И, таким образом, наиболее, как бы, на тот момент современная индустриальная инфраструктура, которая нам сообщала, как бы, дальнейшее будущее развития, в то же время опосредовалась в образах прошлого. Ну, или, собственно, сами пассажи, которые для него являются, собственно, как бы символом капиталистического города и индустриального капитализма, построенные из металла и стекла, обещающие нам модернистские небоскребы, эстетически, то есть стилистически конструировались как подпезные дворцы и сооружения, опять-таки, будучи опосредованными прошлой образностью. Таким образом, для того, чтобы эти элементы утопического, эти элементы коммунистического, опосредованные, всегда уже опосредованные, в настоящем и прошлом идентифицировать, необходимо приложить интенциональные аналитические усилия. Или языком блога, который мне очень понравился, необходимо проявить активно партийную позицию в пользу пробивающего себе дорогу добра. То есть подобная оптика, она всегда политически мотивирована, никогда не нейтральна. Для чего это нужно делать? И почему это важно, почему важно в том числе и сегодня говорить о советском как коммунистическом? Тут тоже интересная цитата из Блоха. Революции осуществляют древнейшие надежды человечества. Именно поэтому они предполагают, требуют все более точной конкретизации, что понимается под царством свободы и открытого пути туда. Это на самом деле достаточно серьезная, актуальная проблема, которую на таком примитивно-банальном уровне можно сформулировать так. Но на любую левую критику всегда можно услышать такой ответ. Хорошо, и что вы предлагаете? Нет, конкретно. Что вы предлагаете конкретно? То есть некая необходимость в конкретизации, она на самом деле достаточно актуальна. Вопрос, что может служить источником для этих конкретных образов. На самом деле, не только сегодня, не только со стороны либеральной критики, но даже в условиях, условно скажем, диктатуры пролетариата, то есть в послереволюционное время для большевиков это была большая проблема. Каким образом необходимо конкретизировать то обещание революции и коммунизма, которые артикулировались для общества. Ну вот вчера в презентации Оксаны мы говорили о новом человеке. Собственно, концептуализирование будущего, попытка его конкретизировать в каких-то образах, нового быта, нового человека, она как бы присутствовала. Ну вот тут можно даже вспомнить, например, Троцкого, который в 23-м году в литературе революции уже достаточно много времени, как бы сопротивляясь, потому что вот будучи материалистом, марксистом, он говорит, что мы, конечно, не знаем, каким будет это коммунистическое общество. Мы не знаем, мы не знаем, но каким-то оно должно быть, как-то всем очень хочется его себе представить. И Троцкий тоже не удерживается от разных соблазнов, чтобы где-то как-то обратить внимание на то, каким оно может быть. Например, каким может быть социалистическое искусство. И вот в этой же логике попытки идентифицировать некие обещания будущего в наличной действительности, Троцкий таки отвечает, какой может быть литература будущего или искусства. Заводские истинные газеты представляют собой необходимую, хотя еще и очень отдаленную предпосылку будущей литературы. То есть образа будущей литературы у нас нет, но некоторые ее свойства, этой литературы, мы можем уже определить сейчас, вот в этих как бы стенных рабочих газетах, которые нам, видимо, сообщают, что искусство будущего будет доступным, массовым, неотделенным от производства, реагирующим на какие-то самые актуальные и животрепещущие для работы вокруг, где не будет разделения на автора читателей и так далее. Ну, то есть, так бы мне хотелось, как бы, в общем и целом обознать, что такое, как бы, вот эти коммунистические обещания. Ну, вот, как бы, стена и газета обещают нам социалистическую литературу, социалистическое искусство. Но когда мы говорим о советских коммунистических обещаниях, я опять возвращаюсь, как бы, вот к этим, к моменту с самоописанием. И, мне кажется, одним из основных вопросов, который мы тоже вынесли, собственно, в название симпозиума, является диалектика программы и эффекта, между программой и эффектом. Дело в том, что вот эта вот самая устремленность в будущее, предвосхищение будущего было не просто неким имманентным свойством, то есть для Блоха, неважно, при капитализме, это при реально существовавшем социализме, в целом любой действительности свойственно, феодально и так далее, свойственно предвосхищение будущего. Но, в случае с советским, предвосхищение и ориентированность будущего были составной частью советского идеологического дискурса, как я уже говорил. Наиболее эксплицитно артикулированное в период после революции 1917 года и в послевоенное время. То есть советская идеология, советский идеологический дискурс всегда ориентировал человека в будущее, как бы, поддерживал это ожидание наступления коммунизма, строительства коммунизма, то есть это был неотъемлемый идеологический текст. И в этом смысле это можно назвать программным обещанием коммунизма, которое, более того, буквально формулировалось как обещание. Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть следующему поколению советских людей обещался, в буквальном, как бы, не метафорическом смысле, коммунизм. И вот, следуя логике этого условного доверия, как бы, попытаемся разобраться, какие корреляты в советской действительности могло находить это программное обещание коммунизма. Находило. Ну, как бы, такой пример, который мне кажется показательным. Исследователь научно-фантастической литературы, югославский, повлиявший на Джеймисона, Дарка Савин, отмечает, что в среднем в СССР выходило 25 научно-фантастических книг в период с 1920 по 1930 год. Но это было по сравнению с предыдущим временем, на самом деле, очень много. И в 1947 вышло в 1927 году. В 1931 году вышло 4 книги. И по одной в 1933 и 1934. В 1930 году, если я не ошибаюсь, выходит постановление партии о перестройке быта, в котором, в общем-то, все эти дискуссии о новом быте, о новом человеке, о революционных обещаниях, буквально, эксплицированно называются вредными утопическими начинаниями. И с 30-х годов утопический пафос революции сменяется на императив «жить стало лучше, жить стало веселее». Таким образом, утопический горизонт из идеологического дискурса уходит. Считается, что социализм уже построен. Все проблемы, поставленные революцией, то, как освобождение рабочих, освобождение женщин, освобождение национальности решены. У нас уже дружба народов, гендерное равенство. И вместо диктатуры пролетариата, вместо государства рабочих и крестьян, у нас советское государство, советское общество, в котором все классовые антагонизмы устранены. Есть один большой советский народ, который может счастливо жить. Соответственно, никакой необходимости в утопическом проектировании в дискурсе не артикулируется. Ну вот, что каким-то образом коррелирует со спадом. Вот в производстве научно-фантастических текстов, вплоть до 1956 года, когда 20-й съезд КПСС актуализирует вновь дискурс коммунизма и так далее. И потом появляется новая, уже даже не сопоставимая с 20-ми, 30-ми годами волна научно-фантастической литературы. Но это достаточно прямая корреляция между самоописанием, его рецепцией. Но эта диалектика между текстом, между программой и эффектом может принимать гораздо более парадоксальные и неочевидные формы. И достаточно хорошо это описал Юрчак, которого все знакомы. То есть он предлагает более сложную диалектику программы и эффекта, идеологического дискурса и практик. Юрчак в своей работе не просто учитывает советский идеологический дискурс как важный фактор для понимания советской действительности, а разрабатывает теорию позднесоветских общественных отношений, ключом к пониманию которой является функционирование советского идеологического, как он его называет, авторитетного дискурса. В своей книге Юрчак приводит обширную этнографию, иллюстрирующую центральное понятие, с помощью которого он описывает действительность позднего социализма, это вненаходимость. Ну то есть Юрчак оппонирует представление о том, что был такой советский субъект, который публично соглашался со всеми императивами, все выполнял, а потом дома, в частном порядке, общество высказывало свое недовольство, оппонировал и так далее. Да, но в своих дневниках, как утверждает Юрчак, он писал совершенно другое, а не то, что мы там ждем увидеть. Согласно Юрчаку, подавляющее большинство советских людей соотносили себя с официальным идеологическим дискурсом лишь на уровне формы или ритуала, в то время как буквальный смысл идеологических императивов большинством всерьез не воспринимался. Формальное участие советских граждан в предписываемых системой ритуалах, скажем, комсомольских собраниях или демонстрациях, открывало для них доступ ко времени ресурсам для ведения того, что называлось нормальной жизни, то есть осуществления той деятельности, которая государством не контролировалась. Наиболее яркое проявление отношений к ненаходимости – это так называемое поколение дворников и сторожей. Цитата из Юрчака. «Закон об обязательном трудоустройстве исполнялся исключительно на уровне формы, а его констатирующий смысл изменялся до неузнаваемости. Всеобщая обязательная профессиональная занятость подменялась на легальную минимизацию занятости, в результате чего появлялась возможность для формирования новых сообществ, видов знаний, интересов, творческих занятий, способов организации времени и так далее. Можно было заниматься изучением древних языков или рок-музыкой, опять-таки, без государственно признанного статуса. Работа в котельной удовлетворяла закону об обязательном трудоустройстве, при этом обеспечивая минимальный доход и максимальное свободное время для занятий теми же литературой или музыкой». Освобождение от труда, но таким вот довольно странным способом, но в то же время произведенным при участии официального дискурса. Отношения в ненаходимости, однако, не обязательно предполагали подобную институциональную маргинализацию, как может показаться. В подобных отношениях могли находиться и прочно интегрированные в советскую государственную идеологическую систему, комсомольские секретари, научные сотрудники и тому подобное. Как поясняет Юрчак, положение в ненаходимости по отношению к авторитетному дискурсу выражалось воспроизводство его авторитетных форм с изменением их смысла. Причем изменение смысла не только необязательно, но и чаще всего не означало изменение на противоположную декларируемую, а может быть на его радикализацию. То есть настолько же, насколько формальным и ритуализированным было восприятие советского авторитетного дискурса, таким же формальным и ритуальным было его производство. Он подробно описывает, как составлялись эти тексты, как они копировались постоянно и воспроизводили сами себя. Таким образом, субъекты этого дискурса могли совершенно не соотносить себя с декларируемыми коммунистическими ценностями, но при этом они там воспроизводились так же независимо от субъектов. И воспринимались они, соответственно, то есть могли они восприниматься, соответственно, в этой своей непосредственности. Так, в связи с активностью различных тематических кружков и практиковавшихся внутренних отношений, которые часто воспринимаются как антисоветские, или во всяком случае критически настроены к советскому, Юрчак замечает, подобный образ жизни и вид социальности стал возможен благодаря парадоксальной культурной политике советского государства, благодаря вниманию, которое государство уделяло образовательной системе, а также благодаря постоянно повторяющимся в государственной риторике тезисам о важности высокой культуры, коллективизма и нематериальных ценностей. Как бы воспроизводилась эта практика самодеятельности, самоорганизации. Также парадоксальным, таким парадоксальным образом он рассматривает вопрос, допустим, с прослушиванием западных радиостанций, которые с одной стороны как бы запрещались и глушились, а с другой стороны это было невозможно сделать, потому что так было много радиолюбителей, которые могли как бы настроить любой радиоприемник, а эти радиолюбители появлялись, потому что, в общем-то, был дискурс как бы технической самодеятельности и так далее, и так далее. То есть мы как бы всегда сталкиваемся... И интернационализма, и интереса к тому, что происходит в мире. То есть важно было интересоваться тем, что происходит в мире. То есть этика, лежащая в особе подобных нематериальных отношениях, как, собственно, эти клубы и так далее, возникла не в пику официальным заявленным ценностям социалистического государства, а, напротив, благодаря существованию этих ценностей, благодаря их постоянной циркуляции, высказывания государства. Кроме того, она была возможна благодаря экономической системе, в которой государство поддерживало всевозможные внешкольные организации, включая подобные кружки, и брало на себя обеспечение базового минимума жизненных нужд, о котором можно было не заботиться. И на веслае можно сказать, что советское государство выступало как экономическим, так и идеологическим спонсором активности, которое оно не предполагало и не контролировало. То есть важным еще дискурсивным маркером вне находимости было нарочитое отсутствие интереса не только к советской политике, важно для понятия вне находимости, то есть дискурс воспринимался ритуально, без особого интереса и ангажированности, которая, в общем-то, ожидалась, предполагалась от субъектов 20-е и даже еще в 60-е годы. Но и к советской действительности как таковой. Пространственные, темпоральные интересы находящихся в отношении вне находимости советских людей были ориентированы на сферы и деятельность максимально от советских реалий отдаленной. Они интересовались античной историей, иностранной литературой, досоветской архитектурой и поэзией Серебряного века, теоретической физикой, ботаникой, археологией, западной рок-музыкой, буддистской философией, православной религией, туристскими подходами, альпинизмом, в общем, всем, что как можно дальше от насущной действительности. Например, один из интервьюируемых в одном из наших проектов архитекторов, который учился на архитектурном отделении во Фрунзе в 70-е, на вопрос, на какой опыт из современной ему советской архитектуры, он ориентировался и ответил, мы современным советским не увлекались. Увлекались архитектурным авангардом 20-х и западной архитектурой, доступ к которой у студентов-архитекторов опять-таки был. Библиотека иностранной литературы при госстрое выписывала французские, итальянские, японские архитектурные журналы. Некоторые журналы частично переводились на русский язык и поступали в библиотеку в черно-белых копиях. То есть, опять-таки, государство оказывалось спонсором субверсивного по отношению к нему интереса. Отсутствие интереса к советской действительности, в особенности к актуальной политике, объяснялось увеличенностью более важными и сущностными проблемами. Юрчак приводит слова одного из рок-музыкантов. Нас интересуют общечеловеческие проблемы, не зависящие от той или иной системы или от того или иного времени. Они как существовали тысячу лет назад, так и продолжают существовать сегодня. Это отношения между людьми, связь между человеком и природой. Юрчак делает неоднократные оговорки, что вненаходимость не стоит воспринимать как форму аполитичности. Наоборот, для него вненаходимость – это форма политики, преодолевающая бинарное понимание политического в позднем Советском Союзе, где политика могла быть либо советской совпадать с линией партии, или антисоветской. Вненаходимость политична, а не аполитична, несмотря на отсутствие интереса к актуальной политике. Потому что деятельность, осуществляемая в режиме вненаходимости, пусть и ненамеренно носила субверсивный характер по отношению к советской системе. В общем-то, соглашаясь с Юрчаком, мне бы все же хотелось несколько уточнить или скорее радикализировать его понимание вненаходимости. Мне кажется, что подобный модус существования, в особенности это самое абстрагирование от советской действительности, можно рассматривать как коммунистическое обещание. В том смысле, что, как мы все прекрасно понимаем, коммунистический субъект – это не политический активист. С нашей точки зрения его существование покажется, безусловно, аполитичным, так как он существует в неизвестных нам противоречиях. В бесклассовом обществе все материальные потребности субъекта удовлетворены, а его деятельность – свободное, ничем не ограниченное творчество, скорее всего, направленное на решение задач, максимально отдаленных от того, что нам кажется насущным и важным сегодня. Этот взгляд я приведу еще кратко, еще одно, может быть, парадоксальное коммунистическое обещание, но с противоположной стороны, не со стороны переосмысления повседневности, а, собственно, заключенное или генетически связанное с официальным дискурсом, а именно официальное искусство, или монументальная мозаика, которой мы много занимались, и которая именно в этом аспекте коммунистического обещания нас интересовала. Монументальная мозаика, покрывавшая фасады и торцы десятков тысяч зданий по всему Советскому Союзу, во многом стала реализацией авангардных интенций 20-х годов, того самого пика утопического воображения. Грезившего о массовом пролетарском искусстве, и, собственно, в основе этого советского монументального проекта лежит ленинский план монументальной пропаганды, который был, согласно такому популярному анекдоту, истории, рассказанной Луначарским, который был вдохновлен городом солнца Кампанелл. И представлялся как некая форма, и, в общем-то, Ленин, в том числе, представлялся как некая форма конкретизации царства свободы. Вот таким может быть коммунизм, со стенами, расписанными значимой информацией. Практически эта мечта оказалась реализована в позднесоветский период, но главной техникой этого массового искусства стала архаичная церковная смальтовая мозаика. То есть будущее оказалось опосредованно прошлым и настоящим. Ну вот, как замечает Оксана, которая, собственно, занималась этим проектом, после войны СССР стал мыслиться необратимым, как царство Христово, и для утверждения его иконографии была выбрана вечная церковная техника, солнце и морозоустойчивая мозаика. Ее эстетические свойства, яркость, блеск тоже шли на пользу грядущей славе. Авангардисты надеялись, что метаморфозы городов будут бесконечны. Советское же искусство мечтало о бесконечно прочном городе, прорезающем времена. И в то же время в этой технике, в этом, вернее, материале получали, запечатлялись не цари, святые, слуги божьи, а рабочие, крестьянки и ученые, знатные и не очень люди Советского Союза. То есть тоже такой парадокс. И все же монументальная мозаика, несмотря на свою помпезность и опосредованность, являет нам свойство искусства, которое можно назвать коммунистическим. И это, в первую очередь, коллективность производства мозаики, всегда создавались коллективами, даже если у них есть индивидуальный автор. Это коллективность потребления или смотрения, потому что, в принципе, это не картина в музее, перед которой нужно медитировать. И это коллективность владения. Мозаики, в общем-то, даже до сих пор не являются частной собственностью, не могут быть приватизированы, проданы и так далее, а остаются как бы в общественной, государственной собственности. Вообще, если говорить политически, вот эта оптика для рассмотрения или для поиска конкретизации царства свободы на нас взят не должна ограничиваться советским. То есть советская не обладает неким, несмотря на свои самоописания, советская не обладает неким эксклюзивным правом на производство коммунистических обещаний и этих самых конкретизаций. Скорее, наоборот, то, что нам кажется более правильным, это не исключать советское из, в принципе, поиска этих обещаний. То есть не то, как это артикулируется жижиком и компанией, это необходимо просто забыть, на этом поставить крест, но и не в том каком-то реваншистском смысле, в том, что вот, собственно, это и было для нас образом коммунизма, реваншистском, ностальгическом, к которому мы должны вернуться. Скорее, это должно быть такое комплексное, фрагментированное исследование и написание истории сопротивления революции. В этом смысле я бы хотел привести пример несоветского коммунистического обещания, тоже достаточно парадоксального, наверное. Ну, в общем, искусство всегда было, собственно, такой формой, такой лакмусовой бумажкой, которая должна была нам проявить эти образы, и важной, как бы, частью этого воображения была дискуссия о социалистическом искусстве. И один из ее последних аккордов – это текст Климента Гринбинга, который, как бы, не воспринимается как часть этой дискуссии о социалистическом искусстве, воспринимается, как бы, всегда отдельно, между тем является таковым. Это текст Гринбинга «Авангарды Кич», опубликованный в троцкистском журнале «Партизан Ревью», который был организован группой, которая называлась клуб Джона Рида, нью-йоркским клубом Джона Рида, который был связан, как бы, с советской культурной, интернационалистской политикой. В общем, достаточно интересная связь. То есть, этот текст можно считать текстом, этот текст был в контексте этой большой интернациональной дискуссии о социалистическом искусстве. Гринберг, собственно, предлагает марксистское, в общем-то, политэкономическое прочтение двух культурных форм. Авангарда, который он понимал, как абстрактное искусство, или искусство для искусства, и китча, массовой культуры. Производство и восприятие живописного авангарда, или авангардистской поэзии, в которой авторы решают сложные формальные аналитические задачи, обеспечивается определенным политэкономическим базисом. Не только наличием соответствующего образования, но и наличием досуга, отсутствием необходимости отвлекаться на тяжелый труд, обеспеченностью базовых потребностей. В условиях капитализма такое искусство может быть только элитарным, то есть доступным немногим. Крестьянские же и рабочие массы делают выбор в пользу китча, по мнению Гринберга, более простой для восприятия культурной формы, так как в ней аналитический пласт заменен синтетическим. Зритель соотносит себя не с формальной задачей, решаемой автором, а с готовым образом, отсылающим к его жизненному опыту. Скажем, в живописном пейзаже узнает виденный ранее ландшафт. Как замечает Гринберг, реальность в России, да и в других местах, такова, что крестьянин вскоре осознает, что необходимость ежедневного каторжного труда и суровые, лишенные комфорта условия его жизни не оставляют ему досуга, силы комфорта, необходимых для того, чтобы воспитать в себе навыки наслаждаться Пикассо. По Гринбергу само разделение современной ему культуры на авангард и китч не только эстетическое, не столько эстетическое, сколько социально-экономическое проблема, так как это разделение является лишь выражением классового деления. Разрыв этот соответствует социальному разрыву, всегда существовавшему в формальной культуре, как и в других сферах жизни цивилизованного общества. На одной стороне постоянно находится меньшинство властвующих и потому культурных, на другой огромная масса эксплуатируемых и бедных. Следовательно, невежественно. Формальная культура всегда принадлежала первым, тогда как вторые должны были довольствоваться народной или рудиментарной культурой, или китчем. Абстрактность, отвлеченность от эмпирики окружающей действительности, собственно его автономия, определяется Гринбергом как политически заряженные характеристики авангарда, так как именно они содержат в себе обещание будущего социалистического искусства, которое в условиях социализма, безусловно, будет массовым и доступным всем. Как замечает Гринберг, ни одна культура не может развиваться без социальной основы, без источника стабильных доходов. Авангарду же этот источник доходов обеспечивала элита того самого общества, от которого авангард, по его собственному утверждению, отстранился, но к которому он всегда оставался привязан с золотой пуповиной. Это действительно парадокс. Прорывы в культуре, не менее чем прорывы в науке и промышленности, подтачивают то самое общество, под эгидой которого они стали возможны. В общем-то, между предположением Троцкого о том, что литература или искусство будущего будут напоминать заводские истинные газеты. И утверждением Гринберга о том, что именно абстрактное, в силу своей сложности, самореферентности, отвлеченности от повседневности, искусство будет искусством социалистическим, потому должно быть сохранено, потому что это и есть обещание социалистического искусства. На самом деле, вопреки кажущемуся, между утверждением Троцкого и Гринберга нет серьезного противоречия. Вернее, это противоречие есть, но только из нашей исторической позиции. С точки зрения социалистического искусства, этого противоречия должно было быть снято. То есть искусство, да, будет, как согласно обещаниям Гринберга, сложным, абстрактным, но доступным, массовым, в общем-то, буквально в шаговой доступности, так же, как и «Стенная газета», как предполагал, как бы, Троцкий. То есть действительность вообще коммунистическая станет сложной, абстрактной, требующей от человека не решения каких-то мелких проблем, а устремленности к чему-то значимому и превосходящему его как индивида. И последнее, о чем я хотел сказать еще, наверное, тоже несколько в иной, это несколько иной аспект. То есть мы в основном говорим, как бы, о коммунизме, вот даже если это, как бы, в такой парадоксальной логике, но все-таки как об ожидании чего-то, ну, безусловно, положительного, безусловно, радостного, безусловно, яркого. И очень часто наш способ мышления коммунизма, я не имею в виду даже теоретический, а скорее такой культурно-блицистический, образ коммунизма, существующий в общественном сознании, и в том числе в левом, можно было бы охарактеризовать как своего рода фантазматический. То есть коммунизм, он часто представляется как некий фантазм, идеальный образ, лишенный противоречий. Такое понимание коммунизма как конфликта, в том числе связанного с переживанием крайне травматичного, но необходимого опыта, остается маргинализованным. То есть я хочу сказать, что кроме обещания коммунизма как вот такого вот, безусловно, освобождения и счастья, царства свободы, возможно, стоит мыслить коммунизм как конфликт и как форму насилия. Ортодоксальный марксизм часто мыслит коммунизм, или точнее движение коммунизма как реализацию логики исторического процесса, в которой большинство побеждает меньшинство и оперирует при этом социальными категориями. Безусловно, когда имеет место конфликт классов, которые мы представляем, которые оправданы этой исторической логикой, нам кажется, что, безусловно, здесь не может быть никаких неэксплицированных проблем. И особенно очень часто повторяется, происходит это некое апеллирование к этой идее большинства-меньшинства. Она как бы очень важна в этом дискурсе. И она опять актуализировалась этой логикой 99,1%. Но как бы очень часто упускается из внимания то, что, например, даже в Англии времен Маркса революционный субъект, пролетариат не был самым многочисленным классом. То есть не представлял на самом деле большинство, не только большинство населения Великобритании, но и не большинство трудящихся. Не был большинством в статистическом смысле, также не был пролетариат и самым многочисленным классом Российской империи. За этим риторическим апеллированием к большинству стоит как бы невысказанное указание на необходимое неизбежное революционное насилие, которое последует, которое как бы оправдывается уже авансом, тем, что действует большинство, действует как бы вот необратимая историческая логика. В общем-то, я с этим не спорил. Но когда я говорю о насилии, я не имею в виду красный террор или репрессии, которые можно посчитать какими-то эксцессами. Коммунизм как проект освобождения и без террора и ГУЛАГа все равно связан с насилием, выраженным в той или иной форме, такое, как, например, разрыв всех эффективных связей, который должен неизбежно наступить. В итоге революционного процесса, вернее. И коммунизм, движение которому с необходимостью будет означать перераспределение ресурсов и привилегий, будет также связан с решениями. То есть для того, чтобы установить некую справедливую систему распределения ресурсов, необходимо их перераспределить таким образом, что у тех, у кого их больше, должно стать меньше. Вопреки таким устающимся образом конфликтность или даже трагичность движения к коммунизму, она обычно не артикулируется, и тем более не может рассматриваться как некое обещание. Некое обещание коммунизма как конфликта, как неизбежного столкновения и наличия неизбежно проигравших. И причем проигравших не только в логике красные и белые, буржуазия и пролетариат, а не в смысле каких-то исторических категорий, а проигравших конкретизированных, воплощенных в конкретных людях и субъектах, которые являются носителями этих категорий. Но, скажем, конфликтность и даже трагичность движения коммунизма отмечал тот же Троцкий, опять-таки в своих размышлениях о возможности монументального искусства в революционную эпоху. Троцкому казалось, что такое искусство в принципе возможно, без деталей, каким образом, именно в силу того, что эпоха, которую, как он предполагал, нужно было создаваться, была отмечена конфликтом, конфликтом личного и коллективного. То есть конфликтом, который, в общем-то, уже на тот момент уходил, скажем, от этих категорий, перемещался в пространство личного, в пространство человеческих тел, когда по разные стороны баррикад могли оказываться люди, связанные с серьезными, аффективными связями. Вот этот аффективный аспект коммунизма, как травмы, он вообще исключен из нашего иммагинария, но коммунизм, как проект освобождения, это насильственный проект. И это, в общем-то, эксклюзивный проект или сепаратистский проект, но цель которого преодолеть всякое насилие и исключение. Вот в поиск и конкретизация таких, как бы, обещаний коммунизма, мне кажется, она тоже важна, и в этом смысле, например, их можно найти в кыргызском кинематографе 60-х годов. Я обратил на это внимание, когда недавно показывал достаточно известный фильм 66-го года «Небо нашего детства», который, собственно, построен на конфликте с студентом, которым сейчас 20 лет. Главным беспокойством в связи с этим фильмом для них было то, что там был конфликт между отцом и сыном, и в этом конфликте был проигравший, что не случилось примирения, что сын и отец не обнялись, что не случилось примирения, что конфликт остался открытым, конфликт остался как бы обнаженным. И это как бы мысль о том, что этот конфликт может вообще, в принципе, существовать. Их очень сильно беспокоило. Они постоянно спрашивали, почему этого не произошло? Все же могло же, они же могли примириться, они могли обняться. А этого не происходит. Дело в том, что главный конфликт советского в Центральной Азии на уровне общественного сознания это конфликт между традиционным и архаичным, вернее, архаичным и новым. И, казалось бы, это универсальный конфликт, который связан с модернизацией, который связан с глобализацией и так далее, и который присутствует везде. Но, скажем, в таком контексте, как Кыргызстан, мне кажется, это имеет совершенно другое воплощение. То есть этот конфликт традиционного и нового, он рассматривался, во всяком случае, в культуре гораздо более диалектически и сложнее, чем это можно представить, скажем, в российском контексте, в случае какой-то, скажем, правой реакции вроде Солженицына или Деревенщиков, где существовал вполне такой очевидный консервативный тренд. Проблематизация этого, скажем, в Кыргызстане была несколько иная. Иная связана, наверное, с тем, что такое компактное общество, каким было кыргызское общество накануне революции, каким оно долго оставалось, компактное и, в общем-то, имеющее, скорее, родоплеменную структуру, построенное на множестве родственных и эффективных связей. То есть этот конфликт происходил не условно между белыми и красными, несмотря на текст не между басмачами и ведными дихканами. А как бы он происходил, даже не на полях сражения, а именно вот внутри как бы этой ломки всех эффективных связей, которые связывали людей. При этом он как бы всегда обостряется тем, что новое воспринимается всегда не как, как у нас выросшее изнутри, а как бы внешнее и привнесенное. И таким образом, когда в 60-е годы появляется технические, культурные возможности для рефлексии этого конфликта, то она как бы появляется в первую очередь в кино, в котором этот конфликт вскрывается и не ретушируется, а наоборот выявляется и как бы в логике 60-х есть некая ароматизация, есть ностальгия, есть сожаление по поводу этого традиционного общества, но выбор делается в пользу модернизации. Но я тоже бы склонен рассматривать эти артефакты как некие обещания коммунизма, но именно обещания коммунизма как конфликта, как того, как неизбежного насилия решения, которое стремление к освобождению будет собой нести. Субтитры создавал DimaTorzok